Друзья, Илон Маск вернул Дональда Трампа обратно на президентский пост. Акции Тесла вынесли всех шортистов. Илон получил собственное новое министерство при новом президенте и теперь его называют серым кардиналом американской политики. Он дал крайне амбициозное обещание сократить расходы правительства на 2 триллиона долларов и тем самым спасти штаты от банкротства. Будет ли он это делать и насколько реально обнулить американский госдолг? Подписывайтесь на канал и давайте разбираться! Конечно, лучше самому быть президентом, чем просто обладать большим влиянием на главу Белого дома. С учетом известности Илона Маска и его харизмы это было бы реальным, если бы не американские законы. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, нужно быть гражданином США по праву рождения, то есть родиться на территории штатов. А Илон появился на свет в Южноафриканской республике. И пока этот закон действует, президентом ему не стать. Но это не мешает ему быть приближенным лицом действующего президента. А с учетом возраста Дональда в 78 лет, можно заручиться его поддержкой и успешно продвигать свою политику. Ведь старики любят брать под свою опеку условно молодых и амбициозных. Сейчас об этом ходит много слухов, ведь Маск и Трамп стали неразлучными после победы на выборах. Они постоянно появляются вместе на людях. Илон участвует во всех важных переговорах, в том числе международных. А республиканцы ему откровенно завидуют и боятся, что Трамп больше слушает его, чем своих коллег по партии. Это полностью ожидаемый вариант развития событий еще по той причине, что если бы не Илон Маск, никакого второго президентства Трампа могло бы не быть вовсе. Ведь после того, как Камала Харрис сменила Байдена в качестве кандидата от демократов, ее рейтинги показывали высокие шансы на победу. Но затем Илон Маск выступил на митинге в поддержку Трампа, активно включился в его избирательную кампанию, ежедневно постил информацию в поддержку Дональда в своем аккаунте в Твиттер и даже организовал розыгрыш по миллиону долларов каждый день среди его сторонников. Формально это была такая акция в поддержку петиции от республиканцев, и с точки зрения закона подобное нельзя назвать подкупом избирателей. Но подумайте сами, Илон Маск несколько недель подряд каждый день раздавал по миллиону долларов среди тех, кто в будущем потенциально проголосует за республиканцев и их кандидатов в президенты. А еще именно на этих выборах наконец-то окупилось приобретение Маском социальной сети Твиттер. Ее можно было бы записать в одну из самых неудачных инвестиций за всю историю, ведь после того, как Маск купил Твиттер за 44 миллиарда долларов, его оценка упала менее чем за два года на 80% до 9 миллиардов долларов. Но зато Илон получил полный контроль над популярной медиаплощадкой, и во время предвыборной гонки его твиты в поддержку Трампа набирали десятки миллионов просмотров. У демократов не было ничего сопоставимого, чтобы достойно ответить на подобный пиар. По примерным оценкам, победа Трампа обошла Силану Маску в 100 миллионов долларов, но он уже вернул эти вложения. Акции Тесла за последний месяц выросли на 35%, а Трамп пообещал смягчить регулирование беспилотного вождения в США, что в перспективе откроет зеленый свет для запуска беспилотного такси от Тесла, готовый прототип которого Маск презентовал в начале октября. Также специально для Маска Трамп создал новый департамент эффективности под кодовым названием «Доги», который должен снизить расходы правительства ни много ни мало на целых 2 триллиона долларов. Ну и одну мемную криптовалюту неплохо так запампили, ведь Илон Маск не просто так выбрал именно такое название для своего департамента. Зачем это нужно Илону Маску, и как он собирается решить проблему американского госдолга, который недавно перевалил за 36 триллионов долларов? Разберем это далее. А пока я попрошу вас поставить лайк, чтобы в первый день выхода видео мы собрали не менее 1 тысячи лайков. Так YouTube покажет его на максимально широкую аудиторию. Также можете подписаться на канал «Кто тут впервые». Давайте посмотрим на цифры. Налоговые поступления федерального правительства США находятся на уровне 3 триллионов долларов, что, конечно же, выглядит как очень крутая сумма. А общие доходы правительства оцениваются в 5 триллионов долларов, что еще больше. Вот только расходы составляют целых 7 триллионов долларов, и эти лишние 2 триллиона нужно где-то взять. Потому что иначе эти деньги придется занимать на рынке, тем самым увеличивая еще больше государственный долг. А при текущей ставке ФРС чуть ниже 5 процентов. Это выходит очень дорого. Есть распространенный стереотип, мол, у США нет никакой проблемы с государственным долгом, ведь они всегда могут напечатать нужное количество денег. И вообще, долг самим себе – это не долг. Но тут сразу две ошибки. Первое. Долг США полностью реален, и если у вас есть доступ к международному брокеру, то Америка будет должна и вам, если вы купите облигации казначейства. А второе, что этот долг можно не возвращать, что так же ошибка, ведь облигациями владеют другие страны. Первую тройку составляют Япония, Китай и Великобритания. Кроме того, облигации держат банки и компании. Например, огромный запас наличности в 325 миллиардов долларов Уоррена Баффета. Не лежат в мешке под кроватью, а вложены в краткосрочные казначейские облигации. Или возьмем ведущий стейблкоин Тезер. Большая часть его капитализации в 132 миллиарда долларов также находится в ценных бумагах американского Минфина. И не забываем про частных инвесторов, которым, как я уже сказал, можете стать даже вы. Итак, госдолг реален, и его придется возвращать. А из-за того, что бюджет находится в дефиците, а ставка ФРС высокая, Минфину приходится занимать все больше и больше денег, чтобы платить по старым долгам, тем самым набирая новые. Это так называемая долговая спираль, и она разгоняется. Армия США считается самой сильной и самой дорогой армией в мире. Так вот, еще в феврале этого года размер платежей по госдолгу превысил расходы на Министерство обороны. То, что предлагает Илон Маск, это не отмена госдолга в прямом смысле. Он хочет снизить расходы правительства на 2 триллиона долларов, чтобы они совпали с текущими доходами. Тем самым, убрав дефицит бюджета. Это позволит Минфину отказаться от набора новых долгов, а дальше будут постепенно проводиться выплаты по старым обязательствам, тем самым раскручивая долговую спираль в обратную сторону. К тому же, заявленные Дональдом Трампом экономические меры по снижению налогов приведут к сокращению доходов бюджета. А значит, дефицит может стать еще больше, и это тоже необходимо чем-то компенсировать. Зачем это непосредственно Маску? Он уже неоднократно поднимал проблему потенциального банкротства США из-за огромных бюджетных расходов. И он прекрасно понимает, что Америка не исчезнет и не обвалится в ноль, но даже намек на ее дефолт способен привести к огромному финансовому кризису, во время которого его капитал сократится в несколько раз. Хоть он и самый богатый человек в мире, но это не реальные деньги, а оценка его капитала, который по большей части состоит из акций Тесла и SpaceX. Так что спасая США и весь мир от кризиса, Илон фактически защищает собственный статус ТОП-1 богача. А как это сделать? Еще одно заблуждение, что после 20 января Трамп откажется от военной поддержки Украины, на чем сэкономит кучу денег. Но нюанс в том, что, во-первых, это совершенно несопоставимая сумма. Просто представьте, что было бы, если бы условно в 2023 году Украина получила военную помощь на триллион долларов. Это даже близко не такие цифры. К тому же деньги, которые США выделяет на помощь Украине, примерно на 80% остаются внутри страны в виде заказов для оборонных предприятий. А затем с них платят налоги в бюджет. Фактически штаты зарабатывают на этой войне. И я не могу знать, чего Трамп и Маск решат насчет поддержки Украины, но независимо от данного решения, проблема дефицита бюджета не будет закрыта от слова совсем. Единственная точка приложения силы, которая выглядит реальной для сокращения бюджетного дефицита на 2 триллиона долларов, это государственная машина США. Илон Маск намерен взять курс на закрытие огромного количества ведомств и министерств с полным увольнением их сотрудников, чтобы тем самым с одной стороны перестать тратить на них деньги, а с другой снизить уровень ограничений для бизнеса, наложенных этими ведомствами, что даст им возможность работать эффективнее, получать большую прибыль и переводить в бюджет больше налогов. На данный момент этот план пока реален только на словах, ведь работа по оценке эффективности министерств и понимание, где и сколько можно сэкономить, только начинается. А еще есть угроза, что некоторые сокращения могут наоборот обернуться проблемами для экономики в долгосрочной перспективе, которую крайне сложно просчитать. Это как с вертолетными деньгами в 2020 году, тогда ФРС с подачи Трампа оперативно погасила долларами коронакризис. Фондовые и криптовалютные рынки показали V-образное восстановление, достигнув в 2021 году новых максимумов. А затем на сцену вышла инфляция, ФРС пришлось поднимать ставку, а акции и криптовалюты отправились в медвежий рынок. А как будет в этот раз, скоро узнаем. Я буду следить за ситуацией и держать вас в курсе. Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал, а также на мой телеграм по ссылке сразу под видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова